У нас на враге никуда не сливают. У нас нет. У нас идёт непосредственно на поля фильтрации. Эти поля фильтрации ещё делались при Советском Союзе. То есть там песок, щебёнка. Всё идёт нормально. Это на контроле у районного главы стоит. Я когда вот смотрела, мне говорили, да всё фильтруется, всё нормально. Вот эта вот КНС-ка была 15 лет. Она не рабочая, она разрушена. И просто в такое, знаете, озеро вот этой тухлятины собиралось. Вот оно. А вокруг живут люди. Вот там вот за деревьями живут люди. Я попросила Народный фронт ещё раз руководителя исполкома Сашу Гончарова съездить ещё туда и ещё раз посмотреть, исправили эту историю или нет. Потому что точно знаю, что на сегодняшний день эта КНС-ка как текло, так и течёт. Всё как сливали, так и продолжают радостно сливать. Проложили отдельную трубу. Вот только такое ощущение, что течёт более интенсивно. Давайте мы Сашу Гончарова, Александру Гончарова, руководителя исполкома Народного фронта подключим к нашему диалогу. Надеемся, что в ближайшее будущее всё это дело исправится. Но, к сожалению, пока результата мы не видим объективно. Мало того, что продолжается изливаться на открытую местность канализация, туда активно приезжают осенизаторские машины и также сливают все бытовые отходы на открытый фронт. Ну, давайте мы как раз Юрия Усенкова к нашему эфиру подключим. У нас составлена дорожная карта. Начиная с 10-го числа, это будет происходить реализация дорожной карты, связанной с подключением, с обеспечением принятия стоков от совхоза Масловский. Окончание дорожной согласованной карты до 30-го июня. Я жду вашего приглашения. Для себя ставлю красным числом 1 июля. Я в районе Масловский, и мы с вами ленточку перерезаем очень окончательно.